В конце 30-х годов прошлого века опасения новой окопной войны, будоражившие умы штабистов Великобритании, положили начало тяжелого танка, который опоздал на Вторую мировую войну, морально устарев еще в процессе создания. В сентябре 1939 года сэр Альберт Стерн, конструктор знаменитых ромбов Первой мировой войны, был приглашен разработать особый танк. В октябре был создан Комитет по конструированию особых машин, который он возглавил и куда вступили среди прочих инженеров и военных директор компании Фостерс Уильям Триттон, конструктор танковых моторов для ромбов Гарри Рикардо и генерал-майор сэр Эрнест Свинтон. Так как вместе собралось множество танкостроителей Первой мировой войны, комитет назвали The Old Gang, старая банда, сокращенно ТОГ. Задание предполагало создание танка, который сможет перебраться через пятиметровый ров, преодолеть двухметровые препятствия, имел бы достаточно брони, чтобы выдерживать попадание 37 и 47-мм противотанковых пушек и 105-мм пушки гаубицы со 100 метров. Танк вооружался двухфунтовыми пушками в спонсонах и полевым орудием в лобовой части, которое должно было пробивать до двух метров железобетона, а также пулеметами. Экипаж составлял всего восемь человек. Машина была обозначена как сверхтяжелый танк «Сухопутный линкор». 21 декабря конструкторы представили военной комиссии макет нового танка. Он получил довольно крупную башню, которая могла вместить трехдюймовую зенитку или 25-фунтовую пушку гаубицу. Гусеницы машины проходили через бронированный желоб, что понижало их уязвимость. Однако военные танк отвергли. От конструкторов потребовали гораздо более консервативную машину, очень похожую на старые ромбы. К 29 февраля 1939 года был готов макет переработанной машины. На этот раз танк получил имя ТОГ-1. С броней толщиной от 51 до 102 мм масса машины составила бы 55-60 тонн. 1 марта 1940 года военные отвергли ТОГ-1, так как требования вновь изменились. Новая машина должна была иметь башню, способную вместить орудия крупнее двухфунтовки, а не маленькие спонсоны. Гусеницы, охватывающие весь корпус, посчитали слишком уязвимыми. Тем самым танк, который первоначально предложили в январе, получил путь в жизнь. Эту машину назвали ТОГ-2, но комиссия все-таки взялась построить ТОГ-1 для отработки ряда конструкторских решений. В октябре 1940 года ТОГ-1 поступил на испытания в городе Линкольн. Машина длиной 10 метров весила 65 тонн. Подвески на машине не было, ходовая часть была жесткой. Испытания показали, что моторы, выбранные для танка, слишком малы и не могут использовать всю мощность, создаваемую генератором. Максимальная скорость танка составляла всего 11 км в час. Конструкция ТОГ-1 не застыла на месте. К августу 1941 года на танк установили новую коробку передач типа ССС, синхронизированную автоматическую. На танк также поставили новый поворотный механизм в Ренни, хотя действие было описано как аналогичное механизму Мерит Браун. Этот механизм позволял легко поворачивать машину даже при езде по склонам. Гидравлическое сцепление взамен традиционных бортовых фрикционов также упрощало работу механика водителя. Шасси ТОГ-2 было построено в начале 1941 года. Танк был легче, чем ТОГ-1 и получил более мощные моторы, от чего скорость возросла до 14,5 км в час. На этом разработка машины встала в тупик. Военные опять собирались изменить требования. Время шло и требования к калибру орудий, устанавливаемых на танке, росли. Испытания ТОГ-2 начались 2 и 3 октября 1941 года. Башню, в которой смонтировали тройную установку двухфунтовки, трехдюймовые гаубицы и пулемета, подвергли обстрелу, чтобы проверить его влияние на возможность поворачивать орудийную установку. После первого же попадания 25-фунтового снаряда крепление установки деформировалось, и она отвалилась. Испытания показали, что при обстреле поворотный механизм легко повредить, так как при обстреле башни на него приходился сильный удар. Обстрел из 6-фунтовки показал, что 73-мм броня пробивается довольно легко с 1140 метров по нормали или под углом до 17 градусов. При обстреле башня потрескалась, но испытатели посчитали это довольно хорошим результатом после такого сильного обстрела. Также испытатели отметили эффективность слоя мягкой стали, как подбоя. Каркас защищал экипаж от отколов основной брони и мог даже остановить снаряд, если тот потерял достаточной энергии или деформировался при пробитии основной брони. Несмотря на заклинивание механизма, идею поместить шарнирную опору на пол боевого отделения оценили высоко. В январе 1942 года разработчики сообщили военным, что на ТОК-2 можно поставить 17-фунтовку. Ни одного другого танка, способного использовать та же 6-фунтовое орудие, в тот момент в металле не было и по предсказанию Стерна танков с 17-фунтовкой можно было не ждать еще два года. И установили ее. Начавшиеся в апреле 1943 года испытания подтвердили, что ТОК-2 самый тяжелый, свыше 81 тонны и самый мощный британский танк. Однако использованная при его постройке концепция давно устарела. Даже несмотря на свое бронирование, ТОК уступал по вооружению и динамическим качествам немецкому Panzerkampfwagen IV с длинноствольной пушкой калибра 75 мм. Маневренная война для ТОК была губительна. ТОК изначально проектировался для войны, которая закончилась еще 20 лет тому назад. Старая банда, желая повторить свой триумф в ТОК, по сути создавала машину для Первой мировой. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.